Из Иваново в Японию с олимпийской мечтой. Ученица 17-й школы города Иваново Снежана Седова на следующей неделе отправится в страну восходящего солнца на первенство мира по брейк-дансу. Россию представляют две девушки и трое юношей. Ребята не готовят танец как таковой. Есть элементы, выверенные и отточенные. Есть и импровизация. 18 выходов это только отбор и после отбора еще где-то несколько. То есть финал, полуфинал уже по 4 выхода. И в общем мы посчитали около 30 выходов будет. По итогам соревнований в Японии одна девушка и один парень отправятся на летние юношеские олимпийские игры. Спортивная дисциплина брейк-данс там будет представлена впервые и медали за нее тоже будут первые в истории. А потому игра стоит свеч и сил. Со своей конкуренткой Снежана знакома. Мы с ней и общались, и танцевали. То есть она из Владимира тоже танцует чуть больше меня. И у нее больше уклон на фризы, то есть всякие замирания на руках, акробатика. А у меня больше уклон на пауэр-мув, то есть вращение. На спине, на голове. Вот как раз это. Для девочки из Иваново представлять страну большая честь. Снежане 15 лет. Четыре из них она занимается брейк-дансом. За плечами много соревнований. Но предстоящий чемпионат самый серьезный. У них там будет все как в большом спорте. То есть допинг-контроль, какие-то судейские решения будут достаточно серьезные. В плане повторы, неповторы, дисквалификации. То есть это все достаточно серьезно. Естественно, не для детей дисциплина. Но тем не менее, дети сейчас подходят к этому уже достаточно взрослые. Взрослый подход школьницы к своему делу и правда ощутим. Она не просто живет танцем, а еще и преподает брейк-данс детям. А значит, кулачки за нее на родине будут держать не только близкие друзья, но и маленькие подопечные. Елена Белова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.